Есть какие-то жизненные обстоятельства, это одно дело, взять кредит на что-то, на айфон, на стиральную машинку кредит взять, на юг, на свадьбу кредит, это ладно. Но есть люди, которые осознанно увольняются с работы для того, чтобы выйти из системы, прям бегут и увольняют, и думают, что сейчас, просидев полгода, они заживут, ничего не делая. А знаете, почему так происходит? Потому что слушают лжемастеров или каких-то гуру, которые на ютубе говорят, сейчас очень много таких, которые говорят, увольтесь, убегите с работы, вы сразу же заживете, бросьте свою ненавистную работу и сразу же ты прям заживешь. Тут, конечно, нужно понимать, сколько тебе там платят, если еще более-менее платят зарплату, то бежать какой смысл? Если ничего не платят, в минуса выходишь, это понятно, что бежать нужно. А когда они тебе говорят, вообще, в принципе, любую работу бросай, и люди, ведь я смотрю, ведутся на это, это называют теоретики, блогеры-теоретики, у которых доход идет с ютуба, они об этом вещают, они говорят, что не надо ничего делать, нигде ничего не работаете, с ютуба получают деньги, а вы им говорите, а ты уйди с ютуба. Почему, я не пойму, зрители смотрят и не скажут, уйди с ютуба и все, лежи на диване, никуда не вставай, ничего не делай, запрись в комнате на полгода и сразу же ты миллиардером станешь. Но нет, потому что входит в доверие к людям, то, что хотят люди услышать. Тут на канале Андреев, Данаев, тут не то, что хотят люди услышать, я не подстраиваюсь под это, под то, что хотят люди услышать. У них каналы теории, у них, потом у них ютуб канал перестает переносить деньги, они плачутся, все у них плохо наступает, у таких блогеров. Но обычно человек начинает что-то делать тогда, когда уже что-то делать поздно, когда уже понял, что не всю жизнь он будет на ютубе сидеть и чесать людям о том, что вы уволитесь с работы и сразу вы заживете. Он думал, что он всю жизнь будет об этом чесать и всю жизнь у него будет просмотр на этом расти. Нет, конечно, и у него когда-то наступает черная полоса. А чтобы черная полоса не наступила у вас, вы должны смотреть блогеров-практиков и задумываться, что вы будете делать через год, через два, через пять лет. Это в идеале, чтобы вы понимали, чем вы будете примерно через пять лет заниматься. Смотрите блогеров-практикантов, не которые вам говорят, выходите из системы для того, чтобы выйти из системы, как понять, что ты вышел из системы, как понять, что ты прозрел, что ты дозрел, что ты не дозрел. вам нужен практик для этого а практиков к сожалению на ю тубе единицы мы планируем приступить к практике через две недели после холодов потому что до этого мы были с вами в отпуске в зимнем сейчас зимний отпуск должен закончиться и уже практика теория закончится и наверное на долгое время закончится может ненадолго не знаю потому что мы что-то должны с вами уже делся и вы что-то должны делать не просто смотреть и писать и рассуждать а что-то еще делать что-то для себя для любимого что-то делать потому что если вы сейчас не хотите выехать из бетонной коробки потом вы уже никогда не выйдете когда вам будет 40 лет вам будет очень тяжело ходить в 40 лет в 50 лет еще тяжелее ходить а после 50 лет вы уже из дома выходить не будете никуда пенсию уже будут переносить домой или на карточку перечислять будьте отправлять гонцов кто вам будет за хлебом ходить не ждите ничего не ждите лучше ничего не будет если вам сейчас 20 лет у вас самое золотое время самое самое потому что даже если вы не умеете вы же знаете что медведя научили в цирке ездить на велосипеде неужели вы хуже чем медведь причем медведи за месяц научили там есть это золотое время 20-30 лет если ты после 30 или в 30 ничего не хочешь делать ну значит и потом ничего не будет конечно куча оправданий быть я не умею не хочу не могу не буду тут хорошо все равно помирать какая разница где помирать а лучше здесь и продолжайте тогда дальше сходить с ума в четырех стен продолжайте я уже насходился с ума вы сильнее чем я вряд ли дома сидите потому что меня вряд ли вы пересидели дома я дома просидел 33 года дома просидел практически никуда не выходил здесь на канале вряд ли такие есть кто пересидел меня дома и для того чтобы сидеть дома нужен очень огромный дух чтобы не сойти с ума я с ума не сошел потому что старался старался думал как это все сделать думал думал 33 года и сейчас уже дух хочу и вас этому обучать научить именно вас научить бесплатно те которые учат вас и системы выходить берут деньги за курсы за тренинги хочешь выйти из системы из матрицы или прозреть деньги заплати мне хочешь научил тому то тому то деньги мне заплати выбирайте гуру который не только языком чесать умеет а еще что-то делать пытается может быть неправильно правильно что-то делает практику вам нужен который объяснит жует за бесплатно и за таким идите тот кто взял знамя на себя и вы за ним бежите а не тот кто уселся и сидит в щелочку смотрю вперед вперед идите на баррикады я здесь сижу я это все знаю выбирайте себе учителей которые будут учить вас выходить из бетонных коробок если вы женщина то тогда ищите мужчин которые пытаются выйти из бетонной коробки но это должен быть конечно же мужчин плоскоземельщик потому что если он шароверием страдает вы с ним что-то вряд ли сможете построить